Дальше. Говорит Анауэ, рахмаллаху та'аля, «Аканин тахаррама, аканин мусхаф и юсабих». Саляма бнуляква, он стремился к этому месту, где находился мусхаф, и там делает таспих, говорит Анауэ, то есть салату нафира, то есть дополнительный намаз, имеется в виду. Что касается мусхафа, то здесь есть три языковых варианта. Саласа лугад. Три языковых варианта. Дамма, Фатха и Каср, как мы с вами говорили. Можно говорить мусхаф, можно говорить мусхаф, можно говорить мусхаф. Три варианта этого слова. И вот здесь Анауэ указывает на одну вещь, внимательно. Важно, это тонкость, которую нужно понять. Говорит он, Здесь есть указание на то, что ничего страшного, нет проблем, если человек постоянно совершает намаз на каком-то одном месте, если у этого места есть какое-то превосходство. Если у этого места есть какое-то превосходство. Что касается запрета на то, чтобы какое-то постоянное место брать для себя в мечети, есть у нас запрет. Запрет на то, чтобы человек какое-то место для себя брал постоянное в мечети, на это есть запрет от права, алисалату, алисалам. И вот именно здесь он совершает намаз, в этом месте. Избрал его для себя, и в другом месте не хочет совершать. Если кто-то его двигает с этого места, он возмущает. Он именно в этом месте должен совершать намаз. Это запрещено, прокмориста на то, что нет проблем, какое-то место именно стремиться к нему, именно если у этого места есть какое-то, что особое превосходство с точки зрения шариата. А когда это порицаемо, порицаемо вот так брать себе место постоянно, если у этого места нет какого-то превосходства с точки зрения шариата, или же нет нужды. Если есть нужда именно в этом месте делать, тогда тоже что проблем нет. Если есть хаача. Если есть достоинство какое-то, за человек, вот он совершает намаз позади имама, он рано приходит, встает на это место. Почему? Это входит в запрет? Нет. Почему? Потому что это место, оно лучшее место. Согласно религия Аллаху Сфантар, согласно доводам, это лучшее место. Это место есть в достоинстве. Правильно? В первом ряду, прямо возле имама, сзади, это лучшее место. И здесь поэтому не входит в понятие, взял себе постоянное место в мечети. То есть это не входит в запрет. Или есть хаача, или есть нужда. Нужда, как, например, она вы приводит хороший пример, какой-то человек, он обучает в этом месте, в мечети. То есть его уроки проходят в этом месте. Как вы, если вы видели в мечети, кто был в медиине, в мечети, у ученых есть свои какие-то места, где они проводят уроки. Правильно? Там кресло такого тащи, кресло такого тащи, где он проводит уроки. И он, естественно, когда совершает намаз, он и там, в том месте и совершает намаз. Потому что, что у него есть нужда, потому что это место, где он проводит уроки. Или место, где он сидит, для фетвы. Или люди садятся, говорят, ан-науи об этом месте, чтобы слушать хадисы. Кружок хадиса, получение знаний. Ты знаешь, что там твой шейх, который получаешь знания, и там ты в этом месте, поэтому и совершаешь намаз. Тут почему ты это место взял? Потому что есть нужда. Поэтому проблем нет. Тогда это не будет, что порицаем. И даже наоборот, говорит, это будет мусс-сахаб, говорит ан-науи. Почему? Потому что в этом облегчение, облегчение пути к благу. Облегчение пути к благу.